ВСУ в Крыму зажгли праздничные свечи для Путина Лаврова поставили в тупик этим вопросом Ну а россияне затаили дыхание из-за этого заявления Госдумы Вы же понимаете, у них все стабильно, все по плану, товарищи Бункерному деду 72 года Мой день рождения, это не национальный праздник Поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, не скромно За это время Путина периодически водили за нос Нас просто водили за нос, обманывали Просто водили за нос, обманывали Еще несколько раз надували Надули Нас просто надули Надули Ну и конечно же, постоянно его кидали Кинули просто, грубо кинули К сожалению, нас в очередной раз обманули За годы его правления в России увеличился уровень преступности, безработицы А коррупция достигла новых вершин У нас много воровства и жульничества, но в Штатах больше Но он все равно решил начать преступную войну против Украины На третий год которой он потерял часть своей же земли Владимир Владимирович, пожалуйста, заберите свои войска Наши войска выведите И Украина нас оставит в покое Оставьте их территорию И за годы правления деда Уровень недовольства властью среди россиян только возрастал Однажды дело дошло даже до попытки государственного переворота Это удар в спину нашей стране и нашему народу А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство Но во все эти и не только эти моменты питерский геостротек говорил, что у него все идет По плану Хотя даже на федеральных каналах давно уже перестали понимать, какой на самом деле этот план Путина Мы говорим, что все идет по плану Извини, на территорию Российской Федерации в Курской губернии вторглись нацистские войска Так У нас такого плана не было И ВСУ сегодня решили сделать еще один взрывной подарок для диктатора Украинцы ударили по крупному нефтеналивному порту в Феодосии Этот объект имеет большое значение для поставок топлива в оккупированном Крыму Оно разгорается, все сильнее собака Куча топлива горит Ну а вот что пишут российские блогеры про последствия этой успешной операции в СУ в оккупированном Крыму В Феодосии после прилета беспилотников загорелся местный нефтеналивной порт Обозначенный в сообщении о пожаре как нефтебаза Однако, это несколько более важный объект, чем просто нефтебаза Это перевалочный узел, который может круглогодично принимать танкеры с нефтью и мазутом Хранить их на своей территории и осуществлять отгрузку по всему региону полуострова Характер повреждений порта неизвестен, так как действует стандартная формула о прилете обломков беспилотника в пустую цистерну В том случае, если последствия будут все-таки серьезными, то снабжение полуострова нефтепродуктами будет существенно затруднено Логистика поставок нарушится и возникнет сильное напряжение на транспортных путях Так как все поставки придется делать напрямую А это сильно затруднит движение по дорогам, железным и автомобильным Тем более, что снабжение Крыма по земле и без того опирается на не очень широкие транспортные коридоры А потому визг среди зет-патриотов больше, чем оправдан После удара ВСУ по объекту в Феодосии, зетники совсем разочаровались в вожде Ведь теперь, после стольких атак на российские нефтебазы, выяснилось, что диктатор не может защитить от беспилотников даже то, что дает ему деньги на существование Феодосия Кстати, даже такие одаренные и проницательные аналитики, как я, тоже иногда могут ошибаться Я был уверен, что все НПЗ и нефтебазы ПЫПа будет охранять как не знаю что Ибо это фактически его кошелек Нефть, матушка-кормилица и все дела Ошибся Даже на свой кошелек ПЫПе фактически наплевать И нефтебазы, и НПЗ абсолютно никто не охраняет И они являются одной из самых легких целей для беспилотников ВСУ Живите теперь с этим Между делом, в Феодосии ввели режим чрезвычайной ситуации И эвакуировали минимум три сотни человек из-за пожара на нефтехранилище Вот что обломки животворящие делают По плану На фоне неспособности Путина защитить оккупированные им земли и даже свою собственную территорию Мы с командой решили вспомнить, как Кремль оправдывал начало полномасштабной войны против Украины Наткнулись в интернетах на интервью Лаврова, которое моментами уже комично выглядит на фоне текущих событий Послушайте, как журналист заткнул за пояс этого жеребца Прошло четыре месяца, да? Итог Тысяча мирных жителей погибло Более 14 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома Значительные потери российских войск Куча санкций против России Вы до сих пор считаете, что это правильное решение было? Я вам еще сказал, у нас не было иного выхода Многократно, тысячи раз мы все это объясняли То, что сейчас вашим оружием, западным оружием, украинский режим Атакует мирных граждан, атакует города Не напали бы, не было бы оружия с запада Да нет, вы понимаете, мы не нападали ни на кого Нападали на русских на Украине Представьте себе, вот вы англичанин, так я понимаю Я вам называл цифры Восемь погибших в прошлом году Я вам объясняю, что украинский режим бомбит свое собственное население А вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать А насчет геноцида Вот вы англичанин? Англичанин? Представьте себе, если бы в Ирландии Не в Северной Ирландии, а в Ирландской республике Запретили английский язык Как бы себя англичане ощущали? Ну точно, не вторгались бы в Ирландии? Нет, нет, подождите Это вас не унижало бы? Русский язык запрещен на Украине Да что ты, черт побери, такое несешь Попробуйте Что нельзя говорить на русском языке? Попробуйте на улице, в Киеве Когда там гуляют молодые люди Определенной внешности Поговорить на русском языке Попробуйте Почему вы считаете, что НАТО угроза? Почему часто говорят в России, что 5 расширений НАТО? Ну знаете, я считаю, что НАТО это угроза Потому что мы очень давно и плотно дружим с нашими друзьями в Сербии, например Они нам рассказывают, что такое НАТО Но ведь до аннексии Крыма не было войск НАТО в Восточной Европе Я вам объясняю, почему НАТО это угроза Поговорите с гражданами Ирака, например С гражданами Ливии У которых разрушили страну до основания И НАТО после этого объявляет себя по-прежнему оборонительным альянсом И нам говорят, не волнуйтесь Вступление Украины в НАТО, нам так говорили Не будет создавать угрозы для Российской Федерации При всем уважении к нашим коллегам Из Североатлантического альянса Россия имеет право сама решать Что является для нее угрозой Для ее безопасности А что не является Смотрите, до аннексии Крыма, в 2014 год, не было войск НАТО в Восточной Европе Я вам больше скажу, и аннексии Крыма-то не было Потом, в 2016 году, да, появились 4500 В результате аннексии Крыма Потом, в этом году, после 24 февраля, 40 тысяч Но это в результате действия России Да потому что, слушайте, Стивен, ну вы же умный человек Я смотрю факты Это факты, конечно, безусловно Россия говорит, что в Украине борется с нацистами, да? Нет На Украине не борются с нацистами Нет? На Украине нацизм процветал Про реальные причины не может сказать даже представитель путинского режима Вместо этого он постоянно путается в показаниях И вообще твердит про то, что они ни на кого не нападали Вот уж точно все По плану Сам Путин останавливаться не планирует Однако он, похоже, понял, что мужиков в его стране становится все меньше А ведь на носу новая волна мобилизации Поэтому власть решила, что россиянкам необходимо больше рожать детей А тем, кто этого делать не хочет Придется платить за это налог Именно с таким предложением выступил генерал-алкаш Гурулю Я правильно вас услышал? Вы предлагаете ввести налог на бездетность? Да Ну и предлагаю Я хотел бы, чтобы это было Потому что, ну, не профильная тема для меня, наверное Мы вообще начали, наверное, обычно с войны А мы тут куда-то, в ту сторону поехали Не-не-не, мы в ту сторону Я просто вспоминаю, как это было Но я сегодня понимаю, что если ввести налог на бездетность Мы вполне это деньги Тех, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, да? Пустить на тех детей, которые сегодня на что остались без родителей Вы понимаете, что вас опять лупить будут сейчас за это предложение? Конечно будут А как же, либералы первые, да? Со свистом Какая-нибудь кровавая барыня, вся остальная шалупа Да мне фиолетовую Вот оно есть, как есть Я вот там, передачи, считаю Любой нормальный мужик Уж тот мужика в этой жизни остается У тебя вот завтра перед ногами понесни, что осталось? Что? Первое имя И второе Дети Все остальное вообще никому не интересно По чьей же вине дети остались без родителей Гурулев решил не говорить А то не дай бог испортит реноме своего хозяина Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok